группа а dreamhack fall решающий матч-матч за второе место в этой группе за выход в плей-офф туда попадет только один из этих двух джентльменов слева вверху появился со с справа внизу появился hero marine который выиграл стартовую встречу сегодняшнего дня у своего соперника но теперь пилоны знаете ли не вырастают или погодите-ка секундочку что опять да ладно да нет гей дома все окей ну он как бы напрягает соперник он приехал очень рано и он мешает ставит спокойно там стенку но нет в этот раз я не думаю что с будет ставить прокси пилон и гейты на мои него оппонента у него есть конечно еще и замечательный билд прокси nexus но он его играет только против барак cc или даже против cc 1 ну короче против макро ориентированных билдов да и возможно теперь уже не так вторая пробку поехала ставить прокси stargate наверное а может быть она попробует сыграть в стиле партинга и здесь добирает ксм q это как бы ну не то чтобы прям очень страшно но конечно это отставание которого хотелось бы избежать на самом деле а окей это прокси stargate и это даже за батареивание свой дрейми скорее всего я думаю что такой план здесь пока со я ставит пилон просто чтобы соперника на самом деле обмануть чтобы он не понимал против чего играет может быть если тот пилон достроиться на нем даже есть смысл влепить батарейку просто на будущее на самое главное что он не дает нормально закрыть стенку другой пружин сам закрывает стенку это да но в целом получается какая-то фантасмагоричная дичь да но самое главное конечно происходит сейчас под моему по-моему именно туда хиро марины выдвигается он поехал в разведку он увидел что соперника там нету базы и нету 2 пилона поэтому конечно сразу выходит сюда убивает точнее не убивает и стреляет по батарейке на батарейку невозможно добить и пилон невозможно быть что делается батарейка и отхилит в общем на самом деле отменить там что-то внизу этими морпехами почти невозможно поэтому ветеран всегда вынужден отбиваться уже именно от того что вылетит от строги это это обычная практика также как и прокси гейты там пытаться выйти отменить если только они хоть на каком-то отдалении от вас стоят почти невозможно придется уже точно против этого играть первая батарейка есть пробочка уже ставит пилон на натурале то батарейка была пристрелочная скажем так а этот пилон он чем удобен он увижу на дает прекрасно видит оса с чё где происходит единственное для оса что не очень хорошо что 2 соплай далеко соответственно тут заберет только один соплай но с другой стороны он может быть и сам этого хотел не знаю пилон минус но оса нет проблем с лими хотя вообще-то погодите сейчас будет проблема с лимитом он дублирует пилон циклон с какого расстояния очень странно что не пытается лабораторию забрать пока вроде бы есть возможность в ней же зацеп но в ней зацеп еще 500 лет будет делаться вот теперь оса с по нему включается причем с разогревом подходит к самки пытаются вычинить и там все это время циклон наваливает и батарейки уже начинают заканчиваться циклон то зацепился вообще есть стреляет все это время почему-то зацеп сбился кстати я не особо понял что произошло тратить батарейки на адептов не очень-то и хочется пошли новые батарейки но далеко они не будут доставать и соответственно зацеп на половину уже готов лаборатория пока что выжила прям рабочим хватает скорости ремонта почему из двухтовой дрейф отводит ну оба же циклона зацепились только один в этой должен был летать ошибается с с микроконтроля и бункер тут очень так по делу стоит минус лаборатория по-любому как-то можно было бы и факту но наверно хочется выйти из зоны зацепа с вот так вот аккуратно подмиграл подмиграл и сделал вид что он так не уверенно тут что-то играет а потом взял да и зацепил циклона и от новых ускоренных вайдреев циклоны не улетают там кстати говоря уже и гейт есть а вот в последнее время протос и хорошо научились этим инструментом пользоваться прокси гейтом и за варпами сюда же в атаку появляются мины что довольно неплохо пушторы всегда летают в стеке хотел ss бункер попробовать передумал танк делает хиромарин нужно ему что-то делать с этими батарейками то что если он ничего не делает с ними то он ничего не сделает свой дрейми крейт на зацеп ему никто не даст слишком близко факта наверно надо было куда-то и дальше прятать в итоге факта сейчас вообще может погибнуть хиромарину надо или улетать или левать из игры по у него впрочем уже конечно начинают строиться викинги но первого викинга он тоже отдал на грелках ну что когда нету других аргументов до знаете как это в семейных спорах у людей которые попроще если в споре нет аргумента всегда можно жене засветить между глаз вот у протасов твп по примеру такая же логика чё там макро не получается вы знаете впрочем у меня есть стратегия которая всегда работает случае с матчапом пвт когда речь идет о турнирной игре даже сложно сказать что это там неправильно если это работает почему нет интересное я показал вам в первом матче как бы говорит нам сс а теперь простите но мне просто очень нужны деньги секунду а вот в это очень нужны деньги кажется не входили войдрей которые сливаются под пехотой тут немножко кто-то переоценил по моему силы то свои с с одной базы играет он не забыл об этом что это сейчас было у него там батарейки наверху он уже пошел игру выигрывать он ждал gg в чате а дождался того что все войдрей сдохли и куча морпехов осталось как бы не доиграться сс ну что прилетает войдрей номер три на самом деле уже наверно номер 12 на часть была потеряна еле сс отступает отменена одна батарейка но этот барак не улетит уже есть другой впрочем ксм к напрасно сунулась есть танк от зонит сталкеров уже выходит второй танк мне реально кажется что хиру марин сейчас вытащит эту игру как же так а со 100 умудрился ошибиться пробка погибла некому больше строить батарейки все все пропало nexus пошел под сс в макро перевод это макроопенинг был у него вы не понимаете это другое вот почему отдал войдрей в шумакроопенинг он не собирался выигрывать хотел немножко получить преимущество чуть пораньше поставить базу человек ну вот смотрите у него на 9 минуте а соперник пока все батарейки допинает наверно дай бог поставит на тринадцатый дело то не быстро дроп там куда-то полетел то ли на main к сопернику то ли stargate отключать ну если что наверно есть реколу сс на какой-то крайний случай варпает он пока все сюда очень классные форсфилды несколько морпехов зажато удалось их убить но в целом конечно на здесь поиграно ох уж этот сс на хиру марин молодец не сдавался не нервничал держался до последнего старался не отдавать юнитов немножко отдавал но видимо в пределах нормы и ей вот без этого как-нибудь тут внезапно феникс я думаю этого никто не ждал может оси сам не ждал случайно заказал не знаю бывает всякое буквы в x не то чтобы очень близко конечно они полетел друг говорят не знаю может напрасно но уже теперь я готов признать что хиру марину точно виднее и он идет в контратаку тут и танки и циклоны его и дрей и морпехи и даже рабочие для вычинки хир марин видимо если перейдет на вторую то уже орбитальной станции с мэйн таков план на узел этом медленном тяжело против танков даже без раскладки а там урона много со всего викингов может не стоит давать давать все таки на земном режиме они не нужны они и так справятся gg пишет сс хиру марин просто исторически вытягивает против этого часа эту игру надо разбирать просто и запоминать да я делаю вот так вот так вот так а потом соперник отдает всех вайдрейф и я побеждаю в левом нижнем углу появляется хиру марин во втором сете ведет со счетом 1-0 одна карта и он в плей-офф в правом верхнем ss который оставил эту карту явно с какой-то задумкой не знаю чем ему мог настолько не понравится оксид что же вы думаете пилон поставлен в стенке но вот только где будет gateway я думаю здесь я думаю со взял эту карту с расчетом что она самая короткая тут все это будет максимально рано да и все таки он хочет показать как таки должен работать этот бит слушайте а что если третий гейт поставить так чтобы стенка получилась тогда теперь к пилону никто не проберется но будет убит самый первый гейт очевидно и хиромарин так и делал он убивал один гейт сс его отменял ставил другой третий гейт хиромарин убьет еще один и два останется то есть тут как бы логика вроде линейная поехала вторая пробка но подстраховку насколько я могу судить отменить гейт достраивают да ладно зачем достроил то 150 минералов лишнее что ли этого я не понял окей да здесь можно зилота под бустом мне кажется он должен успеть поставлена кибернетка поставлен 2 пилон понятно батареек еще никаких нету что должен выйти зилт хиромарин заказывает рипера и летит в контратаку здесь он будет а зилот не успел потому что хиромарин вывел очень много рабов в этот раз он вывел не просто там 6 рабов как я считал да он вывел почти всех он не добывает многие ты он запилил в итоге прилетает рипер и а вот один гейт был кажется дома в предыдущих играх на и здесь нет ничего теперь ассояс будет кататься а кто будет саночки возить не знаю ну ты сколько-то теряешь пробок по-любому ни один терм здесь нет до стрипера данном показывает график добычи такой как будто вот как раз кто-то возит саночки а потом с этого графика катается сверху вниз батарейка доделалась окей и здраво дальше boost пустоты тоже неплохо здесь два пилона все еще стоят прокси stargate и дальше переход в ой дрейф насколько я могу судить эхо сояс конечно затейник лучше так чем плохо играть стандарт правильно пробка поехала пилить не пробка завязывать окей готов адепт отогнал рипера хиру марин тоже не первый день не вчера так сказать родился да он понимает к чему это все стреляет он по батарейкам батарейка пока спасает пробку пробка ставит новую батарейку придется еще пробочку подводить адепту очень надо подойти как же хиру маринова заблочил еще бы чуть-чуть их и вообще бы не добрался адепта батарейки на одном хп он выжил а теперь у него уже есть щиты с ним нельзя сражаться не знаю далековато батарейки от тирана пока можно просто лететь в рабов пока думать то нечего да конечно давать раба натур или пока он убивает просто рабочих которые что-то строят в расчете чтобы это что-то достроилась чуть попозже адепт прилетает прям к турели да из-под бункера его надо вывести конечно и и вот так вот прямо над фактой как джиннис помните учил оставляем вайдрея над фактой выйдет циклон он его сам зацепит сам убьет ss наверное даже сюда смотрит но ss не играет макроупенинг поэтому это все-таки ол-ин вайдреями куда ему еще смотреть он там не делает билд в это время просто варпает адептов и ну что минус supply но тут в этот раз не только бункеры но еще и турели батареек на натурале нет вот только строится 1 все равно можно вцепить факту конечно но скоро будет зацеп я думаю что ss все очень плохо нет в этом билде что то есть но конечно главное что в нем есть это эффект неожиданности и сс его играет уже третий раз у хиро марина было очень много времени подумать в том числе возможно посмотреть реплеи и прийти к выводу что надо прям запиливать гейты в салат на пофиг просто рабочим ну что рабов поровну фениксы пошли в сс мы кстати уже видели такие переходы раньше играли разные тос и харстом например мама на по моему тоже именно как бы прокси старгей твой дрей и потом продолжение в нескольких фениксов и потом переход в макро и все ну у хиро марина будет 1 базовый пуш и только потом он может быть будет ставить вторую базу может быть и нет то есть я думаю что он пойдет в атаку с одной базы у него очень мощный продакшен пока протос какую-то строят фигню типа вот cn3 и фениксов посмотрим может сс как-то размикрит конечно это все есть у меня сомнения сс так странно выглядит за компом как будто у него монитор 15 дюймов стоит очень далеко и он чё-то а циклон понятно апгрейд на плюс один заказан steam пак заказан нет все таки командный центр не умею я читать хиру марина походу количество и создай ограничено пока на одну договорились а дальше наверное будет зависеть от того ну насколько много людей будут переходить по ссылке интересоваться чем-то и может быть делать какие-то заказы в интернет-магазине едва и 4 пока что ссдшка у нас одна в призах так что первые кто наберет 512 тысяч баллов на твиче сможет ее забрать твой light пошел у сс она у него на эксус там понятно уже есть макроупенинг говорю же хиру марина 3 барак с моей точки зрения он прилично так впереди по рабочим равная ситуация так что за счет мулов он должен немножко лидировать по добыче ну правда графики не показывать часть рабов сейчас еще строят строили всякое сейчас принципе никто ничего не строит вот кроме турельки 1 но циклоны но танки но апгрейд плюс один из тимпак сейчас будут щиты и видимо сейчас будут медиваки уже есть медиваки у протаса в принципе войдрей но насколько их можно назвать технологией это большой вопрос дальше чардж дальше архивы все нормально у меня с технологиями горит с чё ты там не у не развел ща на делаем хороших юнитов будем побеждать изички не уверен я что готов хиру марин давать а союзу времени пока он доделает хороших юнитов своих может пока варкнуть хороших юнитов без чарджа если хочет играет на шторм но пытаться ждать на филдах то там медиваки и зацеп есть но кстати говоря да там танки вот прям под натурал на ране очень сработают под мэйн это интереснее но тут все равно войдры и принципе неплохо такое должны выдавливать да все сможет подержаться на форс филдах на гардиан шилде фидбэки в итоге были отданы в медиваки потому что до штормов тут еще бы дожить дальше архон который впитал кучу урона это нормально это неплохо центре удалось хиру марина забрать он переходит на натурал убивает батарейку единственную союз пишет good game well played ну что реванш за 18 официально свершился хиру марин 2020 делает против сс и показывает что он больше не тот ладдерный парень которого можно прокатить двумя рандомными чизами заслужил хиру марин сегодня заработал свой плей-офф вне всяких сомнений и партинга мог обыграть немножечко не хватило хиру марин поздравление что прошел сыграл сегодня много игр многие против этого прокси гейт этого билда с прокси гейтами которые сс продолжал спамить чё думаешь обилде вроде это нормально отбивался конечно когда играешь против сс сложно понять против чего будешь играть с чем столкнешься я в принципе думал что просто это будет пробка для блока бараков но внезапно он сыграл прокси гейты которые редко играют выше какой-нибудь мастер лиги один на ладдере но вообще это может быть очень сильный билд если ты не знаешь как на самом деле точно отвечать то есть технически это нормальная стратегия и она могла бы застать меня врасплох но мне повезло что я уже раньше с ней встречался поэтому я знал как реагировать ты наверное один из тех терринов кто больше всех тренируется против протаса на стриме ты все время играешь твп хиру марин ну короче вопрос был о том почему как он себя чувствовал когда против него продолжали ставить все-таки эти гейты и хиру марин говорит что наверное сос продолжал играть этот билд потому что считал что хиру марин реагирует неверно может быть считал что мне надо ксм ок тянуть или еще что-то хиру марин говорит его точки зрения он делает верно когда срывает рабочих может быть не очень чисто может быть слишком рискованно да муслим там начал размышлять но поскольку интервью не у него берут он сюда остановил там второй барак и так далее ты еще сыграл с партингом как бы ты отметила чем отличается партинг от других игроков чтобы и чтобы ты сделал иначе если например снова бы против него играл самое опасное это что он может пойти в любой билд который ему нравится и просто ну начать в него играть и все на пофиг проблема с этими агрессивными билдами в том что ты оказываешься очень далеко позади если это прокатывает и это не играбельно это наверное отчасти так и было например в третьей игре не думаю что по стилю он так уж хорошо так уж сильно отличается я в целом к нему готовился не ожидал процентов гейта например но вроде бы сыграл против него нормально он говорит что партинг не играет идеально пвт но он играет стиль который очень против которого очень сложно играть в принципе то есть короче суть в том что он говорит что трудно играть потому что когда играет партинг там не работают мэн геймса он просто идет во что-то внезапно что не имеет иногда логики терра найдет во что-то ну а потом типа рандом в любом случае явно у партинга есть еще очень много заготовок которые он мог бы показать вот именно из-за этого с ним очень тяжело играть типа его не очень сложно прочитать потому что то что он делает не обязательно подчиняется логике у тебя в группе сегодня были три протасы и все они разные интересно как ты готовился к такой группе а у тебя впереди к тому же еще плей-офф думаешь ли ты что ты в хорошей форме то что наиграл кучу твп или может быть ты чувствуешь что ты там наоборот тебе не хватает подготовки к твтк твз в целом я конечно предпочитаю играть с тоссами с которыми я лучше знаком знаю стиль например евро тоссы потому что я с ними часто играю при этом что касается оса и партинга я наверно знаю их получше чем других корейцев я в целом конечно люблю играть стандартно поэтому когда я готовился группе я просто решил что ну наверное в стандартном твп я неплох поэтому если в целом я бы сказал что твп у меня лучший матч-ап когда моя игра получается то есть мне нужно выжить пережить раннюю игру и не оказаться слишком далеко позади и зачастую я оказываюсь в позиции когда я могу просто сразу закончить игру и что касается матча с оса и сам и партингом хоть они и ну достаточно сумасшедший стиль использует они все равно может быть и лучше подходят для меня чем какие-то более халявные такие тоссы типа зеста например с которыми мне тяжелее в целом хоть моя группа и трудно у меня была определена уверенность что я могу из нее выходить вот именно поэтому вопрос о том что у хиромарина да если определенная стабильность но нету каких-то ярких достижений как он думает и чувствует перед плей-офф себя в этом отношении хиромарин говорит что он сейчас на пиковом уровне с точки зрения результатов и стабильности он считает что у него большой потенциал в твп но большинство корейцев тут тоссы и часть из этих протасов я уже побеждал в этом смысле хороший знак но я несколько переживаю что у меня скорее посредственное твз то есть твт и в твп я в принципе с неплохим шансом могу обыграть лучших игроков но твз думаю я отстаю под скиллу думаю если мне удастся уклониться топовых зергов типа дарка или сэрла то наверное есть шанс на то чтобы далеко пройти не то чтобы я вот хотел сказать что у меня прям плохой матча твз я всегда вы обыгрываю тех кого должен обыгрывать то есть тех кто послабее но более сильных оппонентов я в твз не обыгрываю никогда это касается в принципе не только этого турнира поэтому он бы очень хотел бы уклониться от двух лучших зергов которые есть на турнире рейнера нет напоминаю следующий не прошел потому что играл не из дома challenger хиромарин говорит что видел что многие за него болеют это очень мотивирует сравнительно трудный может был для него турнир потому что он впервые подходил к нему в настроении что он должен выходить из группы а не просто сыграть там что-то но и рассчитывает что впереди его ждут и более яркие результаты случится ли это так мы как и англоязычные комментаторы узнаем теперь в плей-офф что ж на этом наш игровой день заканчивается огромное спасибо всем кто смотрел сегодняшний день огромное спасибо всем кто решил принять участие и помочь мне набрать на наушники сбор на которые у меня прям тут впереди у нас еще много игровых дней надеюсь эту сумму мы добьем ну а самое главное надеюсь что нас ждет крутой starcraft судя по именам это практически неизбежно случится может быть где-то в групповом этапе нас ждут односторонние игры с участием того же проба или может быть местами скарлетт но в общем и целом естественно нас ждет starcraft высокого уровня и особенно к плей-офф до которого мы доберемся выходные останутся только сильные пожалуй можно даже и зачесть хиро марина его текущей форме в список этих сильных но это мы еще посмотрим на этом на сегодня все увидимся завтра в пять часов вечера по москве на твиче а я с вами прощаюсь комментировал кабе до новых встреч в эфире пока